всем привет рейдеры и добро пожаловать на борт с вами капитан песик сегодняшнем нашем видео мы рассмотрим поподробнее я считаю одну из самых универсальных легенд в raid shadow legends это не трилл это легендарный герой из орд нежити и этот герой закрывает практически весь контент давайте познакомимся с ним поближе с его навыками 1 его навык это кровавая жатва атакует врага три раза с вероятностью 30 процентов накладывает 5 процентный яд на два хода естественно книжечки вкладывать первый скилл обязательно так как мы шанс наложения ядов увеличиваем до 50 процентов это очень важно особенно на клан боссе три удара на автоатаки сами знаете отлично заходит на лава рыцарь второй скилл бледный ужас атака по всем врагам с вероятностью 50 процентов накладывает на всех врагов оглушения на один ход если на цели нет оглушения накладывает штраф скорости 30 процентов на два хода очень крутейший скилл на паука да и в принципе на все подземелья для того чтобы контролить мобов и конечно же мы повышаем книжечками шанс до 75 процентов при при этом делая перезарядку 4 хода третий скилл его не менее крут крут называется лавина атака по всем врагам сокращает шкалу хода цели на 75 процентов при апе мы переимеем перезарядочку 4 хода каждая вложенная книга конечно же будет актуальным не трила и относительно немного легендарных книжек нам надо на этого героя 10 штук но каждый скилл этого героя надо конечно же апать полностью по параметрам мой я вижу у него хорошее здоровье в принципе хорошую атаку вот мне не нравится конечно же его малая базовая скорость это один из минусов этого героя и так для того чтобы одеть вашего не трила и выжать из него максимум советую вам сходить в хоз маг и приобрести нейтриловые перчатки которые позволят вам приструнить полностью этого героя и конечно же в нейтриловых перчатках этот герой будет более послушным если вы вытащили в нейтрила в начале игры то конечно же советую качать как первую шестерочку и одевать по стандарту ботинки ставить на скорость броню ставить на атаку процент и при этом перчатки ставить на крит шанс такой нейтрил будет отлично качать вам корм на карте 12-3 и при этом ходить на арену повторюсь что вкладываем книги в каждый скилл конечно же этот герой этого достоин и по талантам в принципе на любом этапе игры для пве контента нейтрил качается вот таким образом конечно же ветки атаки ключевой талант это гроза великанов за счет трех ударов на автоатаки и в ветке поддержки мы идем по ветке через меткость и наложение дебафов берем для наложения дебафов берем снайпер и боевые чары более поздних этапах игры нейтрил одевается как любой другой ядовик то есть мы ставим ему ботинки на скорость броню на защиту и перчатки вы можете варьировать на защиту процент на здоровье вот я в данном случае поставил на крит шанс тоже как вариант для того чтобы наш герой помимо этого всего еще и дамажил бижутерия у него опять же стоит на защиту в данном случае можно ставить и на здоровье также можно ставить и на атаку для того чтобы он при этом еще больше дамажил и знамя конечно же на меткость позаботьтесь о нужной меткости для вашего нейтрила то есть для того чтобы он был входил во все 20 данжи 200 плюс меткости это необходимо если вы его хотите одеть максимум для клан босса именно для клан босса то конечно поставьте перчатки на здоровье процент либо на защиту процент на клан боссе он должен жить очень долго и при этом наносить свой основной дамага с грозы великанов и конечно же за счет ядов со своей авто атаки минус не трила на клан боссе это то что он использует свой второй третий скилл на авто поэтому владельцы метрила дабы выбить максимум дамага из него на кб ходите вручную только с первого скилла и написал я уже разработчикам по этому поводу надеюсь что ему автобой поправить потому что ну второй и третий скилл вообще как бы смысла от того что он его юзает на кб нет то есть ни один дебаф не ляжет поэтому было бы очень хорошо если в дальнейшем не трила поправили и он на авто на клан боссе в частности ходил правильно но в отличие от клан босса на подземельях не трил на авто ходит просто великолепно он по кд юзает свой второй третий скилл на цитадель краски на любую он заходит даже на цитадель синей краски да там бывают слабые удары но туда его тоже можно ставить за счет сокращения полоски ходов яда и так далее и конечно же я его использую в первую очередь это на гнезде паучихи с выпадением не трила моя паучиха стала убиваться абсолютно без фейлов как увидите походил не трил он сразу же наложил штраф скорости на паучиху и практически всех паучков он застанил после чего он юзал третий скилл и опять же сократил полоску хода паучихи и соответственно паучкам и как видите вот с авто атаки сразу же наложилось три яда на яд конечно с авто он накладывает великолепно да за минуту 43 мы убили паучиху лучшее время было минута двадцать три и не трил здесь нанес хороший дамага ну соответственно самое главное что он контролил пауков и постоянно срезал полоску хода до основе дома конечно почти 4 ляма у нас нанесла холодное сердце если нужен гайд по холодному сердцу которая одевается исключительно под паука напишите об этом в комментарии суперконтрольные скиллы позволяют проходить без проблем волны на ледяном големе на логове дракона как видите что 20 ледяной голем как раз таки у нас зеленый нитрил туда заходит но этого босса я вообще не фармливаю здесь падают ненужные сеты единственный сет открыть шанса который мне нравится на драконе конечно же вот тоже можно юзать поможет пройти волны потому что после 15 уровня сами знаете есть и мобов не контролить они наносят лютый дамаг ну и на дракона как бы именно конкретно на 20 с учетом того что он афинити магии нитрил сюда не очень будет хорош а вот на лава рыцаря нитрил заходит конечно же очень круто и с нитрилом мой лава рыцарь и стал тоже фармится абсолютно без фейлов здесь вот как раз и красненькие мобы все они очень хорошо их контролит нитрил оглушение постоянный срез полоски хода и за счет этого конечно же мы можем ставить побольше дамагеров которые будут ватные и при этом они не будут страдать вообще до нитрил конечно же очень круто для прохождения волн в принципе в каждом подземелье но и на самом лавом рыцаре как вы понимаете нитрил помогает за счет своих трех ударов побыстрее открывать щит и конечно же накладывая свой штраф скорости срезая полоску хода вот как видите раз все штраф скорости есть на рыцаре моем случае когда я поставил нитрила после того как лавы рыцарь вот в такой команде открывал щит больше он его не закрывал да и я да конечно же тоже отлично заходит на лаву лава фармится принципе тоже очень быстро вот таким составом абсолютно без фейлов в отличном тандеме с контратакой нитрил заходит на клан босса когда у меня была команда на адского клан босса я использовал нитрила плюс череполома и в моей пачке был всего лишь один ядовик это нитрил и в принципе у меня был 30 миль было 30 миллионов урона на адском клан боссе с одним ядовиком конечно же используйте его на клан босса и опять же повторюсь если вы хотите максимального дамага ходите им вручную конечно же нитрила можно использовать и на арену на арене конечно это как говорится не получится и рыбку съесть и косточка не подавится поэтому мы должны уже выбирать куда мы юзаем нашего нитрила если мы его делаем под подземки то мы его делаем таким образом если же мы его делаем под арену то надо его переодевать уже соответственно скорость меткость в крит шанс крит урон атаку потому что со своих скиллов со своих массах нитрил очень даже прилично бьет ну давайте вот такую команду попробуем сейчас убить с нитрилом дам помимо конечно же своего дамага если опять же его одеть в хороший дамаг нитрил будет больно бить но вот сначала советую на арене ходить со второго скилла опять же увидите что мы двоих застанели на двоих наложили штраф скорости и потом уже ходить непосредственно с третьей массухи блок штрафов нам не помеха то есть полоска хода сокращается и через блок штрафов но к сожалению до этого момента наш нитрил не дожил исключительно ради вас друзья делаю на него аренный обвес ставим ботинки на скорость броню на атаку процент перчатки на крит урон дополнительными параметрами мы добираем крит шанс колечко на атаку амулет на крит урон и знамя опять же на меткость по талантам если вы нитрила будете использовать исключительно на арену то советую вам безупречное исполнение либо крушитель шлемов на любителя до получилось а вот такие вот параметры у нас 152 скорости конечно маловато желательно бы сделать это побольше хороший крит шанс более-менее крит урона и 4 300 атаки и также 250 меткости ну давай не три ложка не подведи меня выберем прям жирную команду с лидеркой на здоровье так поставим к ним это не тазер гала поставим давайте просто тайрла поставим чисто ради штрафа защиты и посмотрим итак у нас идет штраф защиты и идет стан масуха со станом до щиты мы сняли сейчас будет идти сокращение полоски хода и опять вот в виде по 55 тысяч налетая отлетает от метрила вот такая вот команда да по штрафу защиты он очень больно пробивает минус тайрл и так горного короля у нас добить не получилось а давайте сейчас посильнее команду найдем вот допустим вот такую вот тему где есть герцогини релит у рота с тормин конечно же против тормена надо одевать нитрила желательно в сайт иммунитета чтобы он не замерз и нашего героя со штрафом защиты ну посмотрим получится ли у нас одолеть эту тему смотрим сейчас нитрилом наложим оглушение штраф скорости так хорошо пока что ротас походил пока что ротас у нас не походил попробуем сейчас дать ему слабость здесь нанесем штраф защиты на всех отлично нитрилом сократим полосочку хода и очень-очень даже прилично пробьем так нам надо контролить герцогини релита чтобы она не воскресила никого так заливаться пока что смысла нет потому что мы можем триггернуть тормином здесь можно подсрезать вот это вот в ротаса и будем надеяться что герцогини релита сейчас не воскресит всю банду так дойдет ли очередь до нитрила еще раз да отлично опять же заливаться пока не будем чтобы не триггерить тормина здесь опять же контролем жневцом все это дело и пробиваем то увидите что нам удалось победить такую команду в таком составе где есть валькирия где есть тот же самый тормин ротас новоиспеченный герой всех времен и народов в каждой пачке сейчас стоит подолбанный в ротас как он меня достал ну по крайней мере вот такой командой эту команду одолели ну давайте еще для закрепления один бой аура защиты очень-очень жирные герои посмотрим как будет контролить нитрил заливаемся штрафы поехал контроль абсолютно все в стане видите что тут хп осталось у героев очень мало 55000 в общем вы поняли что нитрила можно использовать и конечно же на арену очень мощные коэффициенты урона на его массу хах что ж нитрил однозначный топчик советую рекомендую качать однозначно если вы достали принципе на любом этапе игры друзья если вам заходит такой формат гайдов пишите свое мнение в комментарии я с вами прощаюсь с вами был капитан пёсик подписываемся ставим лайки всем пока а а а а а а а Продолжение следует...